В зале нет свободных мест. На торжественное собрание по случаю профессионального праздника Дня энергетика пригласили лучших инженеров, электромонтеров, мастеров участков и диспетчеров. Год выдался непростым, отметили руководители сочинского филиала Кубанинерго. Перед местными энергетиками стояла непростая задача – при подготовке к Олимпиаде обеспечить бесперебойное энергоснабжение всех городских объектов. Энергосистему Сочи не модернизировали десятки лет. Работать приходилось в трудных условиях, так как масштабное строительство всегда связано со многими неудобствами. Были нарекания со стороны жителей, не все верили в конечный успех. Хочется сказать и поблагодарить тех людей не только электросетевого комплекса сочинского энерго района, а также и своих коллег, которые также работали с нами рука об руку в реализации тех планов, которые перед нами ставило государство и компания в лице Кубанинерго. Специалистам Кубанинерго за очень короткий срок удалось сделать практически невозможное. Итог большой работы – Сочи получил новую современную электросетевую инфраструктуру. Как результат, количество обращений в колл-центры Кубанинерго сократилось в 15 раз, количество технологических нарушений – в 10 раз. Среднее время их ликвидации не превышает 20-30 минут. То, что сделано в период подготовки к Олимпиаде, когда обеспечена, если одним словом сказать, энергетическая безопасность нашего города, это сделано руками энергетиков. Созданы уникальные у нас объекты, которые применены современной технологией, которые позволяют обеспечивать надежность электростабжения. Поэтому всем энергетикам нашего города большое искренне спасибо от имени Анатолия Николаевича Пахомова за то, что они сделали. Более полусотни сочинских энергетиков за высокий профессионализм и личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Краснодарского края получили благодарственные письма от администрации города и местных депутатов. Еще 450 отмечены корпоративными наградами, почетными грамотами Кубани Нерго и сочинского филиала компании. Трудный Олимпийский год позади, а в перспективе еще больше работы отмечают энергетики. Это, к примеру, модернизация сетей в сельских округах, населенных в пунктах Лазаревского района, а также надежное энергоснабжение объектов Чемпионата мира по футболу, который в Сочи пройдет в 2018 году. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».